Донецкая комиссия И непосредственно бастующие шахтеры. Им предстоит принять окончательное решение. Ответственность за бастовочных комитетов за судьбу шахт, понимание шахтерами своих обязательств по снабжению топливом городов и сел, промышленных предприятий, дают основания надеяться, что решение это будет по-рабочему мудрым. А обстановка осложнилась. На ряде электростанций подходят к концу запасы угля. Волнуются коксохимики. Как бы не пришлось останавливать коксовые батареи из-за нехватки сырья. Приостановлено создание зимних запасов топлива для детских садов, школ, больниц, жилых домов. Эти кадры мы снимали сегодня в городе Шахтерске. Вот так выглядит сейчас площадь перед зданием городского комитета партии. В Шахтерске катастрофически не хватает жилья. Вот такие здесь заброшенные больницы. Социальные проблемы этого небольшого города обострены до предела. Министерство угольной промышленности как будто забыло о Шахтерске. Но забастовщики строго спросили, почему же были равнодушны к бедам шахтеров тех, кто рядом. Советы трудовых коллективов, которые выбирались с такой надеждой. Профсоюзные комитеты шахт. Ну я считаю, что просто они как бы остаются в стороне от коллектива, от рабочего коллектива. Не являются его лидерами, не могут повести за собой. Из-за этого мы и решили переизбрать эти профсоюзы и поставить туда своих людей, надежных товарищей, которые смогут повести за собой людей и отстаивать наши требования. И помогать всем рабочим. 22 июля Михаил Сергеевич Горбачев и Николай Иванович Рыжков направили телеграмму председателю правительственной комиссии по рассмотрению требований горняков Донбасса товарищу Рябьеву. В телеграмме говорится. Заслушав вашу информацию о результатах рассмотрения вопросов, поставленных шахтерами Донбасса, поручаем вам сообщить шахтерам, что все согласованные комиссии вопросы будут безотлагательно рассмотрены в Верховном Совете СССР и Совете Министров СССР с участием представителей шахтеров. И по ним будут приняты необходимые решения. От имени Верховного Совета СССР и правительства СССР еще раз обращаемся к шахтерам Донбасса с призывом возобновить работу. Ситуация в некоторых отраслях народного хозяйства достигла критического предела. Сейчас требуется взаимопонимание и совместное действие по нормализации обстановки. Как сообщили ТАСС, такой подход будет применяться и в отношении вопросов, поставленных трудящимися предприятиями угольной промышленности других регионов страны. Мы бы хотели обратить внимание всех и каждого шахтера и горняка, что речь идет о каждом из них. Что в телеграмме особо подчеркивается, что это касается каждого региона, каждой шахты.